Всем привет! В этом видео покажу, как шью вот такой небольшой органайзер в виде сердечка. В пошиве использовала китайский хлопок сатин, синтепон плотностью 100, который можно заменить на дублерин или флизелин, молния, бегунок, ленточка с надписью «Ручная работа» и во втором сердечке дополнительно нужно полукольцо. Перед раскроем ткань не стирала, продекодировала на максимальной температуре утюга. Такой органайзер можно использовать как монетницу или как чехол для наушников. Продолжение следует... Здесь расстояние от уголка до линии сердца я сделала 4,5 см. Рекомендую сделать 4 см. Подготавливаю детали к пошиву. Здесь задняя часть, которая состоит из двух деталей. Для того, чтобы раскроить переднюю часть, на выкройке вначале нужно определить линию, где будет проходить молния. От этой линии в каждую сторону откладываю по 5 мм, провожу дополнительные линии и далее вырезаю эту часть. Передняя часть состоит из 4 деталей, дополнительно прибавляем по 1 см по новым линиям. Синтепон выкраиваю с припусками в 1,5 см с каждой стороны, затем его нужно поутюжить, чтобы придать ему жесткую форму и соединить синтепон с основными деталями по всему периметру. Молния 20 см и ленточка с надписью «Ручная работа». Если вы хотите сделать шлевку с полукольцом, то шлевка выкраивается 6 на 6 см. Соединяю молнию с внешней частью. Вначале на молнии определяю середину с каждой стороны и на внешней части по срезам, которые под молнию, тоже нужно определить середину. Молнию прикладываю зубчиками вниз к лицевой стороне внешней части и скалываю булавками. То же самое делаю и со второй деталью. Затем прокладываю строчку на расстоянии 1 см от края. Теперь соединяю внешнюю и внутреннюю часть вместе. Прокладываю строчку в строчку соединения молнии с внешней частью. Припуск со стороны синтепона подрезаю на 5 мм. Выворачиваю на лицевую сторону и далее готовые детальки нужно поутюжить. Теперь по линии молнии нужно проложить отделочную строчку на расстоянии 5 мм от края и также закрепить по всему периметру внешнюю часть и внутреннюю часть. Вставляю бегунок в молнию. И здесь важно, чтобы срезы оказались на одном уровне. Закрепляю молнию с двух сторон. Оснорапливаю деталь по всему периметру. Соединяю передние и задние части. Лицом к лицу складываю две детали и скалываю булавками. Затем буду прокладывать строчку на расстоянии 7 мм от края и там где молния нужно сделать закрепку. Подрезаю припуск на 3 мм. В этом месте нужно сделать небольшую рассечку, не доходя до машины строчки на 1 мм. Выворачиваю на лицевую сторону, распрямляю все уголки и изогнутые линии и далее нужно поутежить. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Прокладываю строчку на расстоянии 5 мм от края. Сердечко практически готово, осталось выполнить влажно-тепловую обработку. Всем спасибо за просмотр. Если вы шьете по моим видео, отмечайте меня на готовых работах в социальных сетях. Мне будет очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok